Во все времена русская православная церковь была со своим народом, жила жизнью народа, и в трагическом 20 веке она разделила с ним общую беду – жесточайшие репрессии и преследования от воинствующего безбожия. В истории Вселенской Церкви не было еще таких масштабных, таких долгих и жестоких гонений, как в России в этот период. Они продолжались более 70 лет – с октября 1917 года до перестройки конца 1980-х. Десятки миллионов православных верующих подверглись преследованию за исповедание своей веры – от увольнения с работы до длительных сроков заключения и вынесения смертных приговоров. 3 июня 2024 года, в первый день летнего лагеря, в стенах Домодедовского корпуса гимназии преподобного Серафима Саровского, состоялась встреча учеников с Иреем Степаном Кузьминым. Встреча была посвящена подвигу новомучеников. И сначала ребята разбирались, почему самые первые племена были религиозными, как с греческого переводится слово «мученик» и что в христианстве подразумевается под словом «любовь». Это очень-очень дорогая вещь, можно сказать, даже бесценная. Именно любовь, любовь к Богу двигала новомучениками в своем бесстрашном исповедании православной веры. В центре иконы новомучеников мы с вами можем наблюдать царскую семью, как образ сохранения единства в страданиях и для нас, и для детей. Это должно послужить большим таким примером и напоминанием, напоминанием в первую очередь о смысле семейной жизни, смысле жизни вообще христианина. Наш народ еще очень мало знает о великих подвигах, которые совершили в 20 веке новомученики и исповедники Церкви Русской. Только в последние годы стали доступны архивные материалы, касающиеся этих святых подвижников. О них стали говорить, печатать статьи и книги. Учащиеся российских школ на уроках, посвященных памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, имеют теперь возможность прикоснуться к одной из самых героических страниц в истории русского православия, когда в условиях гонений, возведенных на церковь богоборцами 20 века, просиял великий сон святых.